В соответствии с правилами ведения рыболовного хозяйства, лов всех видов рыбы в Гомельской области запрещен с 20 марта по 18 мая. С начала запрета прошло меньше двух недель, а первые случаи браконьерства уже зафиксированы. Как не нарушая закон, можно рыбачить в этот период и какая ответственность ждет нарушителей природоохранного законодательства? Об этом в нашем следующем сюжете. На третий день действия запрета оперативники Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира задержали троих рыбаков на озере Чечель вблизи деревни Поляновка Ветковского района. Браконьеры использовали шесть рыболовных сетей, которые запрещены законодательством в качестве орудия лова в любой период времени. В результате противоправных действий браконьеры добыли более 30 килограммов рыбы. Вред, причиненный окружающей среде, оценен в 8,5 тысяч рублей. В отношении рыбаков возбудили уголовное дело. Еще один случай браконьерства произошел 25 марта на затоне Днепра в Жлобинском районе. Должностными лицами Жлобинской межрайонной инспекции на затоне реки Днепр в Жлобинском районе задержано двое граждан, которые незаконно с использованием рыболовной сети и одной алюминиевой лодки добыли озерно-речную рыбу общим весом более 9 килограмм. Вред, причиненный окружающей среде, составил более 150 базовых величин. На место вызвана следственно-оперативная группа. По данному факту возбуждено уголовное дело. Всего с начала года инспекторами выявлено более 30 нарушений правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. Изъято более 250 сетей. Но есть и положительные моменты. 90 сетей в инспекцию люди сдали добровольно. Такие сознательные граждане освобождаются от административной ответственности. Напомним также, что запрет не распространяется на ловлю рыбы с берега на один крючок. В этот период гражданам разрешено использовать одну удочку с одним крючком или один спиннинг, оснащенный искусственной приманкой, с одним одинарным двойным или тройным крючком в светлое время суток без захода в воду, то есть с берега. Кроме того, гражданам запрещается использовать маломерное судно в рыболовных угодьях в указанный период. Однако охотникам в весенний сезон охоты разрешается использовать маломерное судно без двигателя для поднятия добытой дичи, а также установки чучел, профилей и так далее. Важно помнить, что нарушение запрета влечет административную ответственность в виде штрафа до 30 базовых величин и грозит конфискацией орудий рыболовства. Также необходимо будет возместить вред причиненной окружающей среде за каждую незаконно выловленную рыбу. Кстати, в период запрета этот ущерб исчисляется в тройном размере. Если общий размер вреда превысит 100 базовых величин, то нарушителю может грозить уголовная ответственность. Под действие запрета не подпадают лица, занимающиеся частным рыболовством, то есть имеют в собственности или аренде водоемы, где они самостоятельно разводят рыбу для продажи. Правда, некоторые арендаторы все же решили повременить с выловом рыбы. И на это есть свои причины. О запрете ловли известно всем. Оно действует по всей Беларуси. Рыбаков мы не пускаем, сами не отлавливаем. Уже буквально 2-3 недели назад мы перестали запускать людей, так как был очень тонкий лед. Вот только-только он растаял, и еще не вошло все в свое русло. Так что рыбаков пока нету. Озеро свободное и ждет своих посетителей. В Беларуси ежегодно вводятся запреты, связанные с сезонным нерестом рыбы. Поэтому в целях сохранения популяции рыбы усиленный контроль акватории будет продолжен как минимум до конца запретного периода, сообщили в областной инспекции охраны животного и растительного мира.